Саша, не знаю, как хочешь. Хочешь целиком сыграть? Да? Давай туда я пойду отползу, тебя послушаю, потом к тебе приползу как. Саша, не знаю, как хочешь. Саша, не знаю. Саша, не знаю, как хочешь. 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 Саша, не знаю. Саша, не знаю, как хочешь. 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 Саша, не знаю, какANTossa. Саша, я не знаю, как хочешь. Нет, это традиционная, традиционная такая игра для такой баллады, и она уже в нашем представлении, мы уже оцениваем, все вышло, уже хорошо, не вышло, хорошо, не хорошо, да, а отталкиваемся от каких-то сложностей, кто-то успешнее справляется с какими-то проблемами, кто-то менее успешнее. Самое главное, чего нет в этой музыке? Духа Шопена нет, нет педали правильной, нет какой-то ауры звуковой, которая заставляет выпитать сердце от этой темы. Есть однообразность, вот я тебе поставила вопрос, и он у меня сохранялся на протяжении всей баллады твоей в самой теме. Вот эта вот история. И дальше везде, где ты играешь вот такие вещи, например, ту балладу тебе, ту балладу тебе. Всегда вот этот момент, эта направленность к этим голосам всегда ускоренная, да, никакого другого варианта я не услышала, да, сейчас здесь. Вот и есть такая вот тебе, да, какая-то строптивость. Ну где-то один раз хорошо, когда везде одинаково уже хочется какой-то придуманности. Знаешь, я бы тебе написала здесь, например, я так из разных мест, я здесь и написала, в конце я уже не стала, я тебе здесь зачерпнула эти аккорды, чтобы просто ты понял, что я имею в виду, не знаю, что их не надо играть. Ну вот ты играл в пьяно, здесь какой-то, да, появляется, да, какое-то напряжение, да, есть. Как бы добрать в легкий воздух. И даже у меня, но, 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 и но, но, и но, 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 и но. Иы дальше уже будет больше, да. ận пришли просто озаботиться тем что видишь вот просто подругом поставьте но ты потому что вот это вот спасательный круг захватил вот не дай бог отарaming я потом я не хочу тебя мучить как бы сильно публично просто какие-то вещи безусловно сделать но чтобы ты просто понимал как ты должен это учить да не просто трудные места вот это например на этой гармонии сколько было дальше следующий да у нас что появляется вальс он рождается отсюда у тебя вот это все правая сама по себе левая сама по себе до конца слышишь что происходит и на длинных аккордах меняя педаль внутри такта продолжая слушать мелочь вот это почему я ее беру на последней ноте сообразить и посмотри сюда вот я ее беру здесь она есть дальше встречи дальше вот это ну то есть следующего если обема вот это но тоже есть следующий это по есть следующий она либо внизу и так далее да то есть не просто формально снял и новое внутри чтобы соединялся пассаж и одновременно была чистая вот это сделано не быстро и и и и и и и более того нет никакого ретенута вот все твое торможение и 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 А так же идет от баса в следующую карму. Делай. Да, отсюда. Молодец, слышишь? А ты слышишь, что там держишь? У тебя вот этот ряд вообще не работает. Вот здесь тебе понадобится свободное время. Просто физически, иначе это не сыграть. А вот тут замедлить, нет никакой необходимости. Это легко играть. А вот тут уже надо. Вот и сыграем. И вот этот переход. И медленнее только в этой части такта. Это и не надо. Сюда легко попасть. А сюда труднее. Молодец. Вот этот нижний тон. Это к разговору. Хочу играть балладу. Выучи левую руку. Не просто выучи ноты и педаль, а выучи почему. Там есть возможность и необходимость свободного времени какой-то минимальной оттяжки. А вот здесь нет. Потому что если ты будешь все время оттягивать, что неудобно, это будет наручиться. Это будет надоедливо. Дальше. Там есть рисунок, когда не совпадает. Правда? Его не слышно вообще. Потом есть вот это. Раз. Заграем. То-то-то-то. А это вообще. Ползучий. Вместе с левой рукой. Все время звучит. Я не знаю, кто там. Я не знаю, кто побежал, где проще. Понимаешь, то остановился, то он опачкал. потому что учишь вот видно что не учишь это вместе двумя руками это слышно потому что когда человек учит двумя руками он учит вместе с педалью это нельзя учить вот шопена на мой взгляд ну можно чистить когда там есть какие-то ну совсем проблемы большие но в принципе его надо учить с ногой то что ее гораздо больше чем она написана в любой редакции и еще она у каждого свои в зависимости от рук нет необходимости что-то держать или не держи давай как еще разочек вот это не сказать теперь потом будет пьяно должно быть слышно если ты начинаешь никак не понятно обрыв должен быть дальше улетает уже клещет сначала такая дуга а потом клещет снял раз-два-три и точный раз-два-три ну ты мне сыграй со счетом этот пассаж чтобы получилось нужное количество нот в такте масса гармонических звуков которые меняют состояние аккорда и тональности ничего не слышно а 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 Как бы ты ни играл, но его надо играть двойные минуты, а не так будешь, что ты там устраиваешь балет, не выпишешься птенцов. Вообще непонятно про что там. Что там написано? С играми двойными нотами. Это же мелодия. И она не заканчивается. Опять эта волна. Это огромное пространство морское. Как какая-то огромная стихия. Ещё не заканчивается. Ещё не заканчивается. Понимаешь? Должен быть ещё и точный физический расчёт. Я чудовищно показываю. Я это не играла и не занимаюсь сейчас вообще. Но суть ты должен поймать, что это та часть баллады, когда это всё развивается на уровне тем, сопровождающейся огромными пассажами, которые прорезают огромное пространство. Педаль огромная, красочность музыки. Понимаешь? Это уже захлёстывающая энергия, которая здесь пробивается в каждой ноте. Вот я опять поставил вопрос. Именно в этой части. Почему эта триоль? Это прям какого-то безумия. Какая-то другая. Здесь одна другая. Понимаешь? Здесь одна другая. И постепенно. Что происходит с морем? Шторм затихает. Вот это. Последнее. Сокрай мне этот. Так тыASE. Поехали прохладу, и контрактов. Получая имена. как там и она доходит вот сюда это же как сдох посчитать точно левую руку да вот есть играть форма если формально то не бас главный аккорд вот то что написано там есть другая ритмическая составляющая вот если это сыграть точно тогда вот получается то самое напряжение это трудно потому что по сути все правильно конечно и все время там четверть тут возьму это а там четверть и ровный а здесь другой рисунок идущий от пас вот это за дыхание потом вот это место рукой без педали вот рукой без педали почему ты квакаешь это лучше подожди отсюда меня сыграет там же есть там две четверти там есть вот что вот я тебе пропускаю вот именно а почему левой не делаешь синкопы туда же почему не работает а вот здесь там не работают аккорды понимаешь да я просто хочу чтобы ты правильно учил ты можешь это сыграть раз тебе хочется чек это учишь 13 играет вопрос как и зачем да поэтому надо формально посчитатьясник просто формальныйарищ и попытаться сделать то что написано автору до он нам знаки свои поставлю мы их прочитали дальше мы начинаем дополняется музыка то что есть стереотип то ребята интернет этот это доктор не не так написано. Оно так звучит. И будет у тебя так звучать. Но когда ты будешь играть более правильно, оно будет звучать более напряженно и наполненно. А так ты сам себя забиваешь. У тебя хаос в голове ритмический. Ты плохо представляешь схему. Поэтому не от чего стартовать. Ты стартуешь от общего слышания, к которому ты привык. Я права? Конечно. А у тебя свой. У тебя твои руки. Ты должен к ним приспособиться. А ты от вас махиваешь. Значит, вот это все место. Да, потому что вот здесь. Сыграем я левую руку. В левой руке же есть определенное движение. Вот сыграем я отсюда. Там же есть в левой руке сменные басы. Не только вот эти. А вот здесь тоже. Там же тоже есть нижний голос, который как бы бас, да? Боже, вообще не слышно. Понял, да? Вот, вот, посмотри, я про это место. Вот он тебе прошел. Вот он. То есть вообще, как бы, да? У тебя проблемы в правой нет. Проблема двух рук вместе. Вот это не совпадает. Вот оно должно совпадать. Не играй миксером. Просто сыграем. Чтобы людям было понятно. Продолжаем. Настальше. Скажите, как меняется длина фразы? Значительно меняется. Просто потому, что он играет сейчас то, что написано в нотах. Он еще не учил. А уже изменилось. Понимаешь? Есть вещи, которые не надо себе создавать велосипед. Понимаешь? Надо сыграть то, что написано. И у тебя сразу получилось крещеное. И оно получилось сквозное. Ты один раз послушал. Десять раз послушаешь. На одиннадцатый будет еще лучше. Понимаешь? Вот это то, о чем я говорю. Дальше, когда ты приходишь вот в эти вот... Вот это огромная длина. Через этот пасаж. Но надо же ее добрать. Вот это то, и то, и то, и то. И дальше, конечно, вот это... Какие там ноты? Да? И там... Такой прям... Он тоже будет такой. И точно ритмическое начало. Но очень рада только, когда кончились форшлайги. Понимаешь? Вот практически где-то с середины этого такта. Но форшлаги в покоре тянуто. И очень капризно. Сыграем их прям. Я-пам-пам-та-на-роле-нераля-нераля-нераля-нераля-на-та-а-на-та-на-та-на-та-на-та-та-на-та-на-та-на-та-на-та-на-та-на-та-на-та-на-та-на-та-на-та-на-та-на-та-на-та-на. Вот это как бы, что касается канцера. Это надо же очень acute. Поняли, да- bench? Поняли? Теперь относительно... Значит, вот здесь ты поняли, да? Вот эта вершина должна... Чтобы ты не делал сначала... И дальше будет живее, потому что пойдут шестнадцатые. Чтобы обязательно был верстный голос. И никуда не надевать этот верстный голос, пожалуйста. Теперь вот это мне сыграй. Когда ты играешь первая волна, которая разбилась. Вот так вот. Еще звучит. Раз, два, три, четыре, пять. И это были, несмотря на два пьяных. Разве остановилось это? Вот это непонятно, что было. Вот это непонятно. Вот это непонятно. И это будет возникать постепенно. И ты доберешься вот до этой темы. И она в темпе. Не так, как у Мэда Мосса дальше. Вот она такая тревожащая. Где-то отвечает. Где-то правда. И не сразу. Хотя она там стоит. Вот такие вещи сделать. Потом вот это сыграет свое чудовищное место. Почему у тебя включается здесь этюд? В голове. Поиграй тогда этюды отдельно, если тебе хочется. Вот как в конце мы сейчас сделали. Рукой легат. Вот это вот некрасиво. Вот это некрасиво. В этом нет длины музыки. Нет. Ну, не звучит. Все равно не красиво. Все равно не красиво. Не убедил. У меня не хватает. Понимаешь? У меня нет взволнованности. У меня есть тупое упрямство. У тебя в бардер готов. Это же разрешение практически. Ар! Почему ты сюда упираешься? Там есть такая? А эта такая. Все построено на этой интервале, вот эти вот ползучие полутоны. Видишь, это очень взволнованное место, а вот эти вот рабочие крестьяцы. С этим понятно. Теперь вот это сыграем. В самом начале вот это место. Сыграй мне точное количество в левой руке четвертей и слушай, как они движутся. Вот и все. Понимаешь, да? То есть, когда ты занят этим, чтобы стыкать вот это все, вместо этого надо просто слушать движение левой руки. И встроить левую руку так, чтобы правой было удобно, чтобы в ней не было дыр и ускорений. И еще раз это сделаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Не знаю, какие там вот… 1, 2, 3, 4… Раз, два, 3. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 2, 3. Вот эту линию, где-то видите? И эти полутона, которые дальше переплетают, вот они те самые. Вот они и начинаются, если есть вот этот фланг, да? Да, вот это вы знаете. Еще теперь бережно собираем. Это же еще держится. Вот до конца, допой мне эту тему, понимаешь? Три, медленно, раз, три, раз, три, раз, три, раз, три, раз, вот у тебя все время визгливая интонация, любишься визжать, а? Да. Да-да-да-да, ты же сюда звали, да. Типе-де-да... Пять, шесть, два, пять, не, нет, 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 нет Миллион вариантов, если заниматься, можно найти такого голосоведения, что вообще сам восхитишься. Понимаешь, вот это выучишь, да? Если понял, то есть секрет здесь в расположении левой руки. Я тебе ее обвела, а не правую. Правую ты играешь, но она не расположится никогда правильно, если в левой руке нет времени. Оно у тебя стандартное. Ты должен понимать, где начало и как оно будет двигаться. С ускорением, с замедлением, где будет ускорение, где будет замедление. Будет ли оно вообще. Может быть, тебе не надо. Но вот это ре, она должна пройти через гармонию вот эту. И остаться здесь. Приди сюда. И тут разрешится, тут выдох. Да? И вот вся эта. Вот этот полутон. Он в разных вариантах. И самое начало. Какая-то вот большая волна, которая ударилась о скалу. И в разных вариантах. Но ты представься, что ты ее видишь не в обычном времени, а в замедленной пленке. Так представься. Удар. Почему? Она стоит позамутрия. А ты ударяешь. Я задаю. Ты ударь. Ударь. Что происходит в волне? Она ударяется и обратно. Но в замедленной пленке это будет медленно. Раз, два, три. Руками, да, но тихо, без педалей. Это еще вопрос. У шампайна на самом деле нет разрывов мелодии. Она с тя длинными нотами. Вот если бы ты и так играла, то это компонент. Дальше следующая. Если бы ты и так играла, то это было. Если бы вот эта нота была написана в левые ноги. Она всегда. Играешь определенно, но не удар. Когда левый. А почему ты право и так обходишься? Потому что у тебя плохая вторая. Тебе надо дотянуться. Да? Значит, ты не будешь играть так. Как ты играешь? Невозможно. Вот дотянись без педали. Что у тебя получится? И текста на значку. Да, тебе дотягивается. Найди ту апликатуру, которую ты дотянешься. Ну и чего ты тут играешь? Например, там терцей. Время же определенное. Вот и что тут вдруг все. А с чего вдруг? Лучше. Да, лучше. То есть мера этого звука, ее надо попробовать разным способом, чтобы понять, какой он должен быть. Он не должен быть крикливый. Он должен, безусловно, быть понятный, ясный, красивый, мелодический. Но он будет разный. Он здесь будет такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Какой-то из вариантов Я неправильно показываю Я просто призываю тебя понять, что здесь столько вариантов движения, которые нужно положить на то, что написано в нот Что это адская работа А ты текст не знаешь А уже играешь Уже как бы играешь в балладу Вот обратите внимание, это для нас в принципе Мне здесь все, потому что это надо учить ему просто Основные какие-то, просто как заниматься Вот есть такие вещи Вот он взрослый мальчишка, который хочет играть эту балладу И безусловно имеет право хотеть И мы, в общем, не вправе им отказывать Почему? Надо помочь Вот как помочь? Вот он играет, он все как бы сделал А текст элементарного он не знает Что я имею ввиду? Не просто банально Какие там ноты А какие там связки Какая гармония держится, какая снимается Если там какое-то замедление прописанное Или если у Шопена добавляется огромное количество мелких нот Безусловно, мы привыкли Мы понимаем, что да, это какой-то рубат Но надо же понимать В принципе, технологически Сколько нот примерно к четверти может соотноситься Но это же не значит Вот он это понимает Он так и играет Он должен это понимать, чтобы знать Как располагать свою левую руку А он это понимает и делает это с остановками по правой руке Один урок, второй, третий он сделан И четвертый он это запомнил И все Он улучшится в каких-то местах А это будет играть хронически так Это надо вышибать каленым железом Потому что все вот эти огромные пассажи Начиная с додиас минорного Посмертного ногтёра Которые обожают играть дети И они никогда не могут сыграть последнюю страницу Почему? Потому что они мыслят Да, добавилось количество нот У них два варианта Как правило, первый, который у них на поверхности Это либо надо сыграть быстрее Либо надо посчитать И педагоги приходят до диссертационного состояния Пишут диссертацию 3 плюс 12, 15, 18 Ну я условно, но вы понимаете, о чём я Ты тут 5, тут 8 Ты тут 5, тут 6, тут 9 Вместо того, чтобы просто Сыграть эти все ноты И играть эти ноты на коленке Просто представить себе В каком времени должна находиться в это время левая рука И когда удобно укладывается правая рука В каком-то определённом темпе В этот темп нужно встроить левую руку Потому что в левой руке ничего не меняется И мастерство Шопена заключалось в том, что он укладывал это всё Не надо ходить до безумия И играть с метрономом Такие тоже варианты встречаются очень часто Нет, но это можно как бы сделать один раз В качестве эксперимента и понять, чтобы на этом моменте Нактюр он закончился Но пронести эту каждую ноту Это значит выработать слышание левой руки Потому что она в какой-то момент начинает говорить быстрее Где-то между какими-то звуками она расширяется Где расширяются эти звуки? У каждого своё Одному неудобно в этом месте, по-сташему, другому в другом Отсюда и возникает миллион вариантов А дальше после этого движения, где идёт всё на замирание И замедление, чуть-чуть прибавив темп Вы получите темп оригинальный, в котором идёт Нактюр А не так, что люди играют с туплением Потом идёт Нактюр, потом идёт средний раздел Потом опять возврат к темпу А потом медленная или безумно ускоренная, как из керца, концовка Со свистящими пассажами 3 плюс 8, ты ничего только не услышишь От этих схем надо уходить Их можно пробовать Но их надо всё время менять Чтобы у ребёнка не было момента привыкания Вот он вам сегодня сыграл такую схему Вы ему завтра нарисовали другую Послезавтра третью Потом дали чистый нот Сказали, схемы нет, нужна левая рука А это пой Это трудно Вот играй левую руку, называй ноты, глядь, без знаков Они заплетаются язык У них на четвёртом звуке Но это надо уметь произносить Потому что эти ноты надо именно произнести В этом вся суть И то же самое баллада Хрестоматийные сочинения Не все подряд Ну ничего себе Это жутко трудно Это страшно трудно Людям талантливым Продвинутым Невероятно оснащённым Он ещё и тюрьму не сыграл А он играет балладу Естественно, он упирается в сложные вещи Которые, конечно, сложные Но сама тема Вот он играет И каждый раз мне говорят Какое трудное вступление Слушайте, я говорю Объясните мне Я понимаю, трудно везде Но вот тут что трудно? Вот стоит у Шопена половинка Стоит спарсан Стоит форта Посчитайте ровно Вот я иду без педали У меня ноги на плану Там нет больше ничего Не надо рассказывать Что это архитрудно Что это какая-то Супер-пупер Там идея Может она там и есть Но вы формально Хотя бы сделайте То, что написано у Шопена Собрайте форта И придите в деминоин Ровно, без ретинута Без соплей Потому что это только начало А дальше положите педаль И дальше что-то происходит Но меня уже Я сам уже так запугаю Я слушаю Видите, как это архитрудно Что это вообще что-то страшное Что когда суть доходит до темы Уже играет просто страшно А я говорю Вот слушайте Там же написано вот это Тема длинный минут И нигде нет паузы А вот там где она есть Ее никто не делает И поэтому Сюда все едут А у него везде акцент На первой ноте А он и есть Степень этого акцента Это что Грохнется А он именно Это атака Потому что Ну в моем восприятии Потому что там есть пауза И по степени выхода И вот это вот момента Какого-то вот дыхания Которое прерывается Хочется сказать И возникает То самое крещенное И надо всегда искать Вот эту какую-то звуковую Обворожительную Шопена Линию В которой Никогда нет конца Никогда нельзя Где конец его форта Где конец его пьяна Оно всегда бездонное Но он никогда не доходит До грубости Но когда у меня Центр в балладе Вот этот Я говорю Мы что в цирк приехали Да колеса Все сели медведей Поставили Что там происходит Это даже как вот в этой балладе Господи Всегда здесь И начали все Приехали И пошло Почему вот этот И дальше пошли штрихи Дальше вы можете расслабиться Но сначала туда надо влететь Это написано уже А не то что там все остановились А дальше сложное техническое место И уже музыки нет Он туда приходит В эту каденс В эту коду Он несется тут Но там каждый раз Шов Которого у него нет И так же точно В этой балладе Первый звук Какая-то химия А потом начинается музыка Все Началась Это волевое Это какая-то Эта труба И начал все Это вступление Это какой-то порыв Я не знаю Ну как окно Открыли Вот так И звук влетел Но это Я согласна Что это трудно Но это не невозможно Но если у человека Нет воображения Тогда не важно Играл он отсюда или нет Нельзя задавать Такое сочинение Если перед вами Человек без воображения Вы ничему Его на этом сочинении Не научите Кроме того Что он будет все время Упираться в сложности И все равно В итоге У него вся работа Будет строиться Вокруг того Что очень трудно Технически А не звуков Потому что Еще ничего не готово В сознании Ну вот Вот какие-то такие вещи Но я не знаю Я боюсь таких вещей Есть такие Вот есть люди У которых есть Бацилла Шопеновская В крови Да не знаю Что другие не играют Нет Но есть полно У него пьес других И ногтюжные Вы попробуйте Когда-нибудь Вот кто работает С училищным контингентом Задайте Икассезы Шопена В возрасте 15-16 лет И вы удивитесь Сколько вам надо Будет времени Чтобы они это выучили Дети у нас играют Правильно Дети Третий класс Второй Первый Аккорд не берется Да черт с ним Не важно же Главное Чтобы Икассезы Шопена Были Ритм А нет Да тоже не обязательно Если бы Был вопрос В том Что потом Человек Кода через три Опять вернется И сыграет Да Но как правило Это уже Ну все Спрашиваешь Что это Да Икассезы в детстве В каком детстве Ну там Где-то в третьем классе Там во втором Ну Согласны Вот это же Слушали А там конкурс Какой-нибудь детский Икассезы Шопена Сосмольный Ноктюр Полонез Соль минорный Детский Который совсем Не детский Ну это не важно А есть простые Кантабели Есть другие Полонезы Есть маленькие Вальсы Которые надо Сыграть искренне Чтобы была тема Есть какие-то Можно взять Одну какую-то Мазурку Из ранних Может быть Потрудиться Вот А вот в возрасте Когда вы даете Икассезы Шопена У меня был Один раз эксперимента Пришла человек Говорит Я играю Третья скерца Я говорю Хорошо Я буду заниматься Третья скерца Если вы мне Выучите Экассезы Меня Как-то сумасшедше Я приехал Через полгода Говорю Выучил Год еще Учу Я говорю Ну я в следующем году Приеду Хватит времени Да Ну к следующему Потом приезжает Он говорит Лучше Третья скерца Я говорю Почему Ну там Потому что Другие Сытащи А тут что Я ничего не могу Вот это Я не понимаю Что это Вообще Куда Координация Труднейший цикл Труднейший Поэтому Вот какие-то Вот такие вещи Конечно Вот Ему сейчас Задай Кассезы До свидания Рука Не готова Педаль Не готова Темп Не готова Вальсировать Не готов Синкопировать Не готов Не готов Понять Где элемент Краковяка Где элемент Кассеза Где элемент Мелочевки Вот это Ну это Грубое Один человек Который Который Могу Задать Что угодно Шопен Это Саша Стычки Вот Одна Такое ощущение Что ее В роддоме Пометили Знаете Шопен Есть ощущение Бывают Такие Это Один на Тысячу Кому-то Это Удается Реально В силу Дарования А у Кого-то Есть Это Природное Но Это Редко Это Очень И то Я ей Сейчас Еще Не Дам Потому Потому Что У нее Еще Нет Этой Мощности Она Все Сечет По Времени По Звуку По Педали Она Все Сделает И Вторую Балладу То Что Я Сделала Она Сыграла Вот Но Вот Эту Балладу Я Еще Не Дам Потому Что Для Этого Надо Еще Иметь Жизненный Опыт Какой То Там Надо Уметь Договорить Знаете Как Все Сказать Но Но Вот Эта Недосказанность Там Должна Быть Вы Как Все Сказали Но У Вас Есть Еще Подстрочник Очень Серьезный Подстрочник Не Случайно Говоришь Первый Четвертый Третий Попроще Третий Реально Попроще На Фоне Этих Двух Баллад А Это Дано Людям Которые Могут Сказать Хотя Б Поймать Вот Этот Звук Тогда Хотя Что Не Зря Сделано А Так Обычно Первая Баллада Уже Такой Я Уже Просто Боюсь Потому Что Я Вообще Не Слышу Ее В Хорошем Виде Даже На Сценах Она Уже Стала Такой Формальной Потому Что Нет Красоты Я Марту Арки Когда Я Слушаю Я Никогда Не Знаю Мне Все Равно Правильно Это Линия Мне Всегда Нравится Потому Что За Этим Стоит Какая Необыкновенная Личность И Естественность Того Что Она Делает И Когда Начинаешь Слушать С нотами Иногда Думаешь Что Она Вообще Марта Себе Позволяет Но Вы Когда Слушаете Думаешь Пусть Позволяет Все Что Угодно Лежим Вот Так Потому Что Вы Все Находитесь В Музыке Вы Находитесь В Стихии Будет Играет Леона Баха Играет Леона Концерт Бетховена Играет Леона Шопен Человек Который У которого Получается Все Потому Что Такое Кипение Горение Изнутри Эмоционально Направлено На Конкретного Композитора Что Что Она Играет Леона Равелли Играет Из всех Есть Разные Великие Но Вот Она Какая-то Особенная Удивительно Легкая И Всегда Обворожительная Есть Какие-то Композиторы Для Которых Это Просто Необходимо